Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, попробуем проанализировать то, что вы нам предоставили, и попробуем выработать некую, может быть, стратегию вашего поведения. Итак, мне 51 год, экономист, экономист, значит, умеете считать, скорее всего, логика и интеллект преобладают у вас над желаниями, над чувствами, ну и я так понимаю, что работа экономиста не самая приятная, что вы делали, то есть экономистом вы стали не по своему желанию, ну как я понял. Далее, двое детей у вас. Муж умер 15 лет назад, как вы пережили его смерть, значит, пережили ли, не вините ли вы себя за это, ну за то, что он умер, не испытываете ли вы чувства визны перед ним, какие у вас были отношения с ним, опять же, и так далее. Это все очень такой важный момент. Сын. Это ваша главная боль. А почему вам жаль? Почему жаль? Другое дело, что если вы чувствуете себя виноватой, если вы не можете его содержать, он все-таки как бы 30-летний, да, то есть с ним и справиться не так да просто, и уход ему нужен особый, и так далее, и внимание постоянно нужно. Почему жаль? Другое дело, что если вы чувствуете себя виноватой, вы чувствуете себя виноватой за то, что это с ним произошло, это вот немножко другой вопрос. Это немножко другой вопрос. Но, опять же, опять же, в чем ваша вина? Почему вы вините себя? Почему вы, во-первых, принимаете ответственность на себя за то, что явно не в вашей компетенции находится? И, во-вторых, откуда эта вина? То есть это из-за непринятия себя, скорее всего, как я понял. Что именно вы не принимаете? То есть если вам боль, если у вас боль, если вам жаль, то вы не принимаете своего решения. Хотя решение адекватное. Вполне. Вполне адекватное решение. Но вы его не принимаете. Вопрос в том, почему. Да? Дальше. Дочь, закончивый институт, работает. Хорошо. Если у него молодой человек, живо с ним, снимает жилье. Финансово помогает. Зачем? Почему вы финансово ему помогаете? Им помогаете. Для чего? Просили вас об этом? Как вы с целью помогаете? Откуда вы это ответственность? Вы берете ответственность за сына? Вы берете ответственность за дочь? Чрезмерная. Как бы дочь взрослая, все, она работает, она себя обеспечивает. Зачем ей помогать? Она вам помогает родная. Подумайте. Подумайте, что вами движет. Дочь взрослая, при такой вот модели, поведения. Далее, своеобразный, он очень закрытый от меня человек. Дочь стал совсем чужой, общаемся все меньше. А в каком моменте она чужой стала? Просто подумайте, в каком моменте она стала чужой? И должна ли она не быть чужой? Вот как вы воспитывали ее? В каком ключе вы с ней общались? Почему она стала такой? Так, если это можно назвать общением, малейшее несовпадение мнений, или то, мне нравится, бросается в трубку, видимся редко. Так, ну, бросаем трубку, это обида. Это обида. Соответственно, у нее на вас обида. Обида это признаки нездорового человека, психические, ну, то есть, нездоровой личности. Это психически в норме, норма психическая. Но личность нездоровая. Соответственно, она нездоровая личность, потому что вы себя вели определенным образом. Я вас не обвиняю. Вы вели себя так, как могли, но это нужно принять. Это нужно постараться принять. То факт, что вы с дочерью своей как-то умудрились испортить отношения. Ну, как-то, как-то умудрились. То есть, тут не так важно, как именно, не так важно. Почему главное, что вот они такие у вас сейчас. На данный момент они такие. И это нужно принять. Нужно принять, что они такие, эти отношения. Найду вам. И не пытаться выстраивать то, чего нет. Вышла замуж. Как понимаю, вы. Но второй муж детей моих не любит. Своих у него нет. Так. Второй муж детей ваших не любит. За что вы ходили тогда за него замуж? Если мужчина не принимает детей своей женщины, то, соответственно, он не принимает и ее. То есть, вас. Если он не принимает вас, то почему вы согласились на это? Из-за чего? А как познакомились? Как вообще стали вместе? Ведь вы же не просто стали вместе, вы же вышли замуж. Ведь вы отдали этому человеку свое сердце и руку. Ну, так. Так. Поумолчали. Да? Априори. Ну, вот. Всем руководствовались-то вы. Далее. Ага. Когда... Да, а вы своих детей, в принципе, принимаете полностью? Вот у меня, например, такое ощущение, что у своего сына вы не принимаете. Вы дочери пытаетесь найти что-то, чего не хватает вам самой. Не принимаете то, что ваша дочь взрослая, что она живет отдельно, она взрослый человек. Что у вас не складываются отношения, потому что вы разные, у вас не получилось в дочери развить уважение к себе, какую-то вот дружескую нотку. Это нормально. Ну, надо принять. Но вы не принимаете своих детей. И поэтому, естественно, муж ваш их тоже не принимает. А не принимаете вы детей, потому что вы себя не принимаете в чем-то. Вот, потому что у вас вот чертва вины есть. Ответственность берете на себя за других. Это говорит о том, что за себя ответственность вы не несете, потому что не готовы. Не принимаете в себе. Либо боитесь чего-то, либо не уверены в себе. Так. Когда были поменьше, хоть какая-то видимость общения была. Сейчас все сами по себе. Ну, понимаете, ваш муж, он, судя по всему, всегда так делал. Он всегда таким был. Он всегда был таким, что он всегда был сам по себе. Вы согласились на брак, как бы сказать. Зная, зная, вы согласились на брак, зная, что мужчина, скорее всего, не принимает ни вас, ни детей. Вы согласились на брак. А значит, вы согласились и на... Что? Что? На него самого. Вы согласились на него самого. Вы согласились на... Его... Его... Характер. На его поведение. Получается... А теперь вы... От этого отказываетесь. Как бы. Ну, вот и вопрос к вам. Так, так, а... Где ваша позиция? Поэтому вопрос. Какая она? О чем вы думали, когда выходили замуж, например? Чего вы ожидали, когда выходили замуж? Ну, и так далее. И так далее. Живем по большей части каждый у себя. А это где? В его берлоге порядок наводить не дает. Его... Устраивает его завал. Вы знаете, берлога это очень обесценивающая формулировка. Это квартира, человек взрослый. Имеет право жить так, как хочет. Вот. Бегают две кочки, его все устраивает. А что? Не должны бегать? Мне надоело сидеть на острове диване. Приехал к себе опять. А как вы решали этот вопрос до брака? Как вы вообще отношения с мужчинами устраиваете? С мужчиной? С этим? Езжу на дачу, где пытаюсь что-то делать. Устаю. Зачем? Сына стараюсь забирать домой почаще. Зачем? Для чего? Вашему сыну нужно, по-моему, можно помочь? Если да, помогите. Если нет, лучше ему жить в одном месте. Будет привычнее и спокойнее. И ему, и вам. Так. Тоже непросто. Да вот именно, непросто. Зачем вы это делаете? Вы купируете свое чувство вины через сына. Отставьте его в покое. Он не виноват. В том, что у вас чувство вины. А свое чувство вины лучше с психологом проработать. Дайте сыну спокойно жить. В одном месте. Привычно. Зачем вы его в монастырь хотите отвести? Где он вообще каких-либо радостей будет лишен? Подумайте об этом. Так. Ощущение пустоты не покидает в последнее время. Разобщенности и никчемности. Ну, либо вы не привыкли жить для себя, либо вы привыкли только ориентироваться на надо и не привыкли делать что-то для себя. Либо вы боитесь одиночества. Опять же, боитесь одиночества в плане того, что не принимаете себя. И, судя по всему, вы не умеете границы своей соблюдать. Очень хочу доработать и забрать сына. Куда? Зачем? Станет ли мне душевно лучше? Нет, не станет. Потому что сына лучше не будет, он будет на вас давить, вы вообще потеряете вкус какой-либо к жизни. А на себе вы поставите крест. Этого делать не стоит. Опять же, у вас позиция жертвует сейчас. То есть, вы жертвуете собой ради дочери, ради сына и так далее. Вопрос. Они вас просили об этом? Вопрос. Для них точно лучше будет это? Или так лучше вам? Нашла контакты и православная община, которые принимают во всем их детей, как мой сын. Зачем? Надо ехать с ним в деревню. Опять же, зачем? Афиль ли я это? Нет, ну афильки, да. Афильки. Но зачем? Вы для себя это делаете или для ребенка? Подумайте. Как следует, подумайте. Для вас эта дорога в никуда. Поговорю с мамой своей, она против. Ей меня жаль. А почему я не могу построить отношения, или люди не те, или я виноват? Да нет, ни вы не виноваты, ни люди не те. Просто у вас, я сказал, проблемы, какие имеются. Вы не делаете того, чего хотите. Вы жертвуете, люди не готовы принимать ваши жертвы. И вы обвиняете людей за то, что они не оценивают вашу жертву. Это называется гиперопека. Вы гиперопекающий родитель, по сути. Всем. Своему мужу, второму, первому, не знаю, детям и так далее. А гиперопекающий родитель делает, делает все для себя. Это потенциальная жертва. И дочь с вами не хочет общаться, возможно, поэтому, потому что она видит себя так, как вы. И вас она видит себя. Неприятно это. Чтобы выстраивать отношения с людьми, нужно сперва понимать, чего хочу я. Кто я. Какие у меня качества, ценности, какие у меня интересные, хобби, увлечения. И давить себя от всего лишнего. Отдачи, например. От того, чтобы сына забирать по связи, потому что ему, как я понял, от этого не холодно, не горячу. И так далее. Либо, необходимо четко определить интеллект вашего ребенка. То есть, какой он. Понимает ли он себя. Осознает ли он себя. Общается ли он. Можно с ним разговаривать или нет. Понимаете? Как? Если нет, если человек себя не осознает, то ему надо жить там, где он и живет. Вы ему не помогаете. Если можно как-то помочь, вылечить, помогите. Спасибо. Опять же. Все. По-другому нет вариантов. Совершенно. Я думаю так. То есть, вы ищете виноватых, а это деструктивный путь. Изначально. Как бы, люди... Может быть, люди не те. Ну, откуда мы-то вы сами таких выбираете. Это вам все ответственно. Это не люди не те. Это вы руководствуете с ошибочными мотивами. Какими? Ну, не разбираться. Вспомните, когда вы последний раз делали все это для себя. То есть, просто садились, например, в кресле, перед, например, телевизором, включали любимый фильм, да, наливали себе бокал вина, любимое, там, лакомство, любимая еда, допустим, и сидели отдыхами. Когда вы так делали? Никогда, я уверен. Или очень давно? Вот так. Вашим детям не холодно, не горячо от того, что вы работаете. Страдаете, упираете. Вы живы. Им на это плевать. Как вашей дочери, так и сыну. Вот и подумайте, ради чего вы это делаете. А скорее всего, потому что по-другому не можете. А скорее всего, потому что не привыкли доверять своим желаниям. А скорее всего, потому что вас никогда не слушали ваши родители. Потому что вы жили еще при Советском Союзе. Там нужно было делать то, что надо, а не то, что хочу. А сейчас время другое. Сейчас, чтобы быть гармоничным, нужно делать то, что хочешь, а не то, что надо. А вы привыкли делать то, что надо. А все-таки и работа у вас на дядю, а не на себя. В современных условиях, хотя вы экономисты, можете, в принципе, вести свой бизнес. А все-таки у вас и семейные отношения такие же. Ну и так далее. Вот. Будете готовы поработать? Обращайтесь к любому психологу. Нам нужны ресурсы. Помогем, подкорректируем, поддержим, научим, поправим. Все решается, все решаемо. Главное, перестаньте брать на себя ответственность за других. И четко границы этой ответственности для себя определите. И начните жить тем, что вы хотите, а не тем, что надо. Просто сядьте и спросите себя, чего я хотел бы именно для себя. Что мне интересно именно для себя. Ну и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.